Всем привет и хорошего настроения! Сегодня, как обещал, представляю вашему вниманию ролик по возрождению к жизни магнитолки JVC. Надеюсь, вы помните, в каком она виде ко мне пришла, неработающим. Сейчас, с точки зрения внешности, честно вам скажу, внесены изменения минимальные. У меня хоть и есть аэрограф, но пользоваться я им не очень умею. Поэтому, как бы, такие потертости по верхнему краю корпуса и по бокам устранять я не стал. Ограничился окраской вот этой вот, так сказать, крышечки кассетного отсека, кассета-приемника, которая была в жутких потеках какого-то клея. Ну, общая чистка, смазка, протирка и т.д. и т.п. Надписи тоже, которые частично утрачены. Восстановить я не пытался, потому что боюсь сделать хуже, поскольку эту магнитолку, я думаю, все-таки продать, поскольку место у меня в коллекции не беспредельное. Вот. Я думаю, переложить эти заботы на плечи будущего владельца. Надеюсь, человек с толком и чувством подойдет к этому неплохому аппарату. Итак, немножко напомню основные характеристики и параметры данного аппарата, а также то, что с ним было, помимо внешнего вида. Значит, магнитолка начального уровня JVC имеет название модели JDC RS545L. Выпуск чисто японский, Made in Japan. Вот. Значит, и, как я уже говорил, повторюсь, соответствует по исполнению магнитолам так называемого золотого века японской аудиотехники. Хоть она и, скажем так, начальная, изначального, скажем так, уровня, но, тем не менее, вот ее внешний вид, характерный для аппаратуры, предназначенный для рынка Юго-Восточной Азии, он, в общем-то, классический для тех времен, а именно на начало 80-х годов. То есть, круглые динамики. В данном варианте не металлические, а пластмассовые черные грили, симметрично расположены относительно кассетоприемного отсека. Счетчик расположен снизу. Сверху, как всегда, идет шкала тюнера радиоприемника, четырехдиапазонного ДВСВ, значит, короткие волны и, естественно, FM от 88 до 108 метров. Стандартный, характерный европейский диапазон. Ну, видимо, не видим, а в Юго-Восточной Азии именно он, так сказать, и использовался. Универсальное питание от шнура с сети питания через встроенный адаптер и либо от батареек, которые вставляются вот в этот батарейный отсек. Батарейный отсек у магнитолки был довольно чистый, только пришлось параонину восстановить, которая прижимает элементы питания в момент установки их в отсек для батареек. Сзади у нее интересного, кроме шильдики, ничего нету. В данном варианте все входы и выходы расположены на боковых стенках. Сверху имеется удобная ручка для переноски для того, чтобы поставить ее на плечо и пойти гулять по селу. Значит, сверху расположены все органы управления, магнитолы основные, то есть это по центру идут клавиши управления лентопротяжным механизмом, пауза, перемотка вперед, воспроизведение с блокированной кнопкой записи красненькой, перемотка назад и открывание извлечения кассетного отсека. Регулятор громкости, регулятор баланса по каналам левый-правый, регулятор тембров, он только один, естественно, в этой магнитоле, другого ждать сложно от магнитола начального уровня, то есть НЧВЧ не разделен. Здесь щелчковые клюйковые переключатели. Первый переключает режим стерео моно и он же управляет режимами работы вот этого стрелочного индикатора, прекрасного, красивого, характерного для магнитола JVC, стрелочного индикатора, который в режиме воспроизведения и записи показывает уровень сигнала, а в режиме контроля батарей показывает достаточный уровень заряда батареек. Вот такой замечательный индикатор. Следующий переключатель двухпозиционный переключается с радио на магнитофон. Когда включен на магнитофон данный переключатель, то есть в левом положении, то пока ни одна из клавиш не нажата, магнитола к сети не подключена. Если переведем ее вправо на радио, то сразу же включится радио, если она имеет батарейки или подключена к сети. То есть она одновременно является включателем-выключателем радиоприемника. Здесь находится переключатель диапазонов четырехпозиционный. Очень удобный, все понятно, все доступно. Регуляторы настройки по на станцию. Регулятор ручка верньера находится вот здесь справа. Видите, кручу ее, стрелочка у нас бегает по шкале. Ниже ее находится ручка тонкой подстройки для диапазона коротких волн. Потому что шкала достаточно узкая. Вот весь рабочий диапазон шкалы. Сейчас вы увидите. Вот стрелка в крайнем правом положении. Дальше не идет, здесь дальше только надписи. А вот так вот мы немножечко покрутим и получим стрелку в крайнем левом положении. То есть, видите, здесь уместился весь коротковолновой диапазон, который у нас идет от, сейчас я вам скажу, от 18, так, от 6 до 18 мегагерц. Или это если в метрах, что привычнее для меня, допустим, значит, от 16 до 49 до 50 метров. То есть, начинается не с 25, как у нас, а с 16, заканчивается не с 75, а с 49, то есть с 50 метрами коротковолновой диапазон. Вот. Что, значит, еще интересного есть по этой магнитоле? Ну, входы-выходы. Вот на левой ее боковине имеются входы под внешние микрофоны. Левый, правый. Удобная вещь для записи. Значит, на разнесенные микрофоны находится 5-диновый круглый четыриковый разъем, 5-дин, так называемый, для записи и воспроизведения, как линейный выход он используется. Вещь удобная. Все 5 контактов у него задействованы. Также находится, внимание, вот не у всех в метро встречается, два выхода типа точка-тире на внешние громкоговорители от 3,2 до 8 Ом сопротивлением. Могут быть они использованы, применены здесь. Соответственно, вот такие два выхода имеются. Говорят, что с внешней акустикой она работает лучше. Ну, если интересно, мы можем это, в принципе, даже попробовать. У меня вроде есть колонки под такой разъем. Ну и вход под внешнее питание 9 вольт. То есть от автомобиля не запитаешь, 9-ти вольтовый адаптер можно сюда воткнуть, ежели есть такая необходимость. Я не понимаю, зачем она нужна, потому что у нее внутри есть встроенный блок питания от сети 220 вольт. Вот здесь у нас находится, как вы поняли уже, штекер подключения сетевого шнура, при включении его в гнездо, батарейки отключаются, чтобы не разряжались. И переключатель напряжений 110, 220, 240 вольт можно поставить на этом переключателе. Вот, значит, по акустике. Два динамика, 10-ти, наверное, сантиметровые они у нас получаются. Давайте посмотрим. Так, нет, побольше. 12-сантиметровые динамики, широкополосники два штука. Я его разобрал, пищалок там нету, пьезоизлучателей никаких. Есть только два электродных микрофона, то есть телефоническая запись на два микрофона может выполняться. Что было плохо, что было сломано в этой магнитоле? Она не работала, грубо говоря, практически. Во-первых, у нее был сгоревший блок питания, а именно трансформатор блока питания. Я показывал в прошлом ролике, пришлось разбирать полностью трансформатор, хотел перематывать, но потом передумал, плюнул на это занятие нудное и поставил подходящий трансформатор на подходящее напряжение от отечественной магнитолы. Был у меня такой, то есть сейчас она работает от сети без вопросов. Была сломана антенна, пришлось поискать донора, по-моему, неплохой донор получился. То есть антенна теперь у нее имеется, даже с таким приятным щелчковым фиксированием в различных положениях. И в интерьер, в экстерьер, как правильно сказать, она вполне вписывается. Значит, что еще было? Ну, естественно, хрустели все вот эти переключатели, выключатели, ручки громкости, баланса тембров. Все это при помощи волшебной жидкости удалось вернуть к жизни. Все заработало, все стало прикольно. Ну, и самая неприятная неприятность была в том, что она сживала кассеты. Вот такая болезнь, не характерная для японских магнитол, а характерная для отечественного магнитолостроения. Я сначала грешил на прижимной ролик, вот, вынул его, проверил, прочистил, промыл, проразмягчил и так далее, и тому подобное. Вот местами пришлось, там, ну, долгая история. В общем, ролик оказался в рабочем состоянии, при небольшой профилактике, он еще долго проживет, при проведенной мной небольшой профилактике. Пасики, кстати, тоже все целые были, на удивление, вся резина цела, и подмоточные узлы, все цело, все вообще изумительно, все, ну, не как новое, но как вполне работоспособное. Так вот, дело оказалось не в ролике, дело было не в бобине, потому что, да, значит, дело было в следующем. Головка от длительной эксплуатации, как мне сказал прежний хозяин, магнитола, купленная его отцом и привезенная из Японии, очень интенсивно использовалась в своей семье с 82-го, по-моему, года и так до конца 90-х, почти до 2000-х годов, там, даже в 2000-х годов она использовалась, он по ней учил английский язык, очень сильно эксплуатировал, кассета, видимо, стала не самой лучшей. В общем, в результате головка, воспроизводящая, она же записывающая, другими словами, универсальная головка этой магнитолы, была настолько сточена пленкой абразивной, которая, так сказать, вероятно, отечественно применялась, там чуть ли не тип 6, что в ней образовалась канавка, которая своими острыми краями загибала, вот реально при движении ленты, загибала ленту, заворачивала ей края, и лента в кассете становилась жеваная, неприятная, и кассета приходила в негодность. То есть, ну, что делать? Головку менять я хотел, но потом подумал индуктивность мерить или подбирать по индуктивности, по размерам, по поставочным. В общем, на самом деле, выработка там была порядка полутора миллиметров, наверное, в глубину, да, я рискнул взять эту головочку и аккуратнейшим образом прошлифовать. То есть, сначала грубыми абразивными материалами, потом мелкими, потом самыми мелкими, потом пастой ГОИ, потом на, в общем, долгой и нудной шлифовкой и полировкой я это все вывел, головка стала, укоротилась, например, на эти же полтора миллиметра, но ни зазора, ничего не пострадало, и вот сейчас вы увидите, что она, в принципе, на ней работает. Ну, ладно, меньше слов, больше дела. Послушаем, так сказать, как работает данный аппарат. Начнем, как всегда, как обычно, с радио. Возьмем нашу вновь обретенную антенну, посмотрим, как она у нас чудесно ставится в любые положения. Вытянем ее на нужную нам длину и включим, допустим, так, громкость потише, баланс на середочку и частоты тоже. Ну и давайте на FM-чик перейдем. Так, почему она у нас не работает, я не знаю. Первый принцип. Второй принцип. Это дополнительные гарантии по сравнению с тем, что есть в федеральном законодательстве. Дополнительные гарантии. Обратите внимание, как дергается индикатор, как он показывает мощность. Это экономика, экономическая нецелесообразность ремонта дома, в который можно вложить средства, превышающие... Продолжение следует... Продолжение следует... ...на 4 года. Ну, орёт громко достаточно, согласитесь. Заявленная мощность 3,5 Вт на канал тут явно перекрывается. По ощущениям, без искажений, можно Ватт до 5 на канал вывести. Индикатор, это брать внимание, какое чувствительное на самом деле, как бы вот даже когда баланс крутишь влево-вправо, когда посередочке, да, он показывает мощность звука канала. Когда переводишь на правый, допустим, канал, не меняя громкости звука, то показания индикатора несколько уменьшаются, потому что работает всего один канал. Как вернуть тебе, не является музыкой? Раз. Раньше помню я долги возвращала, а с тобой забыла, что обещала. Вот баланс подерели, а вот на правду рёд. И вот налево. Индикатор стерео достаточно четко отрабатывает прием. Вот этим переключателем можно сделать. Нам стерео качество нравится. Ну мы видим на FM у нас все прекрасно, все курчаво. На ДВ, СВ, КВ вряд ли мы что-нибудь поймаем. Давайте попробуем, но не знаю. Так, давайте начнем с ДВ. СВ. Пардон, СВ, она ДВ. Опять же ничего. СВ. 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 Ну даже какую-то радиостанцию поймали. Вот, на удивление. Одну финскую, одну нашу. Так, что теперь? Короткие волны. СВ. 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 Ну, как вы видите, даже на КВ что-то ловится, так что, да, там, китайцы, там, арабские террористы всякие, что такое прочее, в общем, магнитолы, если вывезти за город, где помех меньше, то там, я думаю, много всего интересного поймаем, вот, ну, ладно, давайте попробуем ее в режиме магнитофона, чтобы убедились, что зашлифованная, ну, и уголовка таки работает, так, ставим на тейп, делаем плей. Однажды солнечно весной, я стану вновь дома с тобой, я буду петь, танцевать, себя с тобой, как вспоминать, а ты не сможешь позабыть, ты будешь ждать, мне звонить, не найдя меня нигде, ты будешь плакать обо мне. Ты не сможешь позабыть, ты будешь ждать, мне звонить, не найдя меня нигде, ты будешь плакать обо мне. Работает бумбокс, где-то-то властер. Так, плей. Собою позови. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Ну, в общем, функционально полностью воспроизводит. Перематывает. Смотрите, как мотает. Ну, вам наверно не видно, но мотает как звери, хочу вам сказать, а обратно и обратно мотает. Вот, по счетчику можно судить, да? Счетчик работает. Кстати, тут нет никаких функций типа там поиска по паузам, запоминания песен и т.д. и т.п. Софт-тач тоже, естественно, отсутствует. Головка сверху и за этими клавишами мы ее опускаем, поднимаем, прижимаем и все такое прочее. Все предельно просто, все по минимуму, но функционально. Ну, давайте попробуем что-нибудь записать, что ли, на нее, да? Вот, потому что запись тоже там, я все прочистил, все переключатели промыл, все работает. Так, давайте поставим счетчик на ноль и нажмем запись. Нажимается так одновременно запись из произведения. Так, и давайте посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять, пять, четыре, три, два раз. Обращаем внимание на индикатор, который работает, отрабатывает, показывает нам, как, так сказать, функционирует уровень записи. Можно по микрофону. Левый канал, проверка записи. Раз, два, три, четыре, пять. Правый канал, проверка записи на магнитолку. JVC, JVC. Проверяем ее в записи. Ну, кстати, не тяжелая, абсолютно такая легкая, удобная для переносочки. Ну что, записалась? Давайте отмотаем ее на нолики. Ну, где-то отсюда мы начинали писать. Так, и давайте попробуем. Раз, два, три, четыре, пять, пять, четыре, три, два раз. Обращаем внимание на индикатор, который работает, отрабатывает, показывает нам, как, так сказать, функционирует уровень записи. Можно по микрофону. Левый канал, проверка записи. Раз, два, три, четыре, пять. Правый канал, проверка записи на магнитолку JVC. Проверяем ее в записи. Ну, то есть, она тяжелая, абсолютно такая легкая, удобная для переносочки. Ну что, записалась? Записалась. А если с радио? Давайте мы с радио что-нибудь подпишем. Надо антенную двигатель, не надо. Лучше поднять, как положено. Так, выырым. Играть и рemдаруемper. Игранию. А теперь, Корз! П dak�ам. Играние. Играние. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пят, ну что там у нас получилось? Давайте посмотрим. Так, отмотаем, так сказать, назад. Вас произведем. Проверка записи на магнитолку JVC. Проверяем ее в записи. Вот, кстати, она тяжелая, абсолютно такая легкая, удобная для передачки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На левый канал пишет получше, на праве почему-то похуже. Разбираться как-то уже не хочется, но констатирую факт. Уровень записи здесь автоматический, регулятор уровня записи, вы, наверное, обратили внимание, что он как-то так срезает до кажущегося ему приемлемым уровня. По-моему, сильно задавливает такие записи. Мог бы и, да, как-то побольше, побольше уровень записи мог бы дать. Ну, ладно, не суть. В общем, вот она, возрожденная к жизни, магнитолочка JVC, о которой я вам собирался рассказать. И таки, сказать, свое намерение исполнил. Обещание и слово свое сдержал. Благодарю всех за внимание. На этом откланиваюсь на сегодня. Всем спасибо, всем удачи, всем всего самого наилучшего. Всегда с вами ваш Сергей.